Практически опустел и без того немноголюдный Туарчал. Здесь работают только жизненно важные объекты – магазины, аптеки, хлебзавод. Все учреждения, в том числе образовательные, закрыты. Из-за всплеска заболеваемости COVID-19 с 13 по 20 декабря по всему Туарчалскому району объявлен локдаун. Коронавирусные инфекции здесь болеют практически в каждой семье. Очень сложная ситуация в городе. У нас за полтора года такой ситуации, видимо, не было. Но, хочу сказать, сразу подчеркнуть, мы очень непослушные, незаконопослушные. Люди не понимают иногда, что сами делают. У кого-то свадьбы, кто-то кого-то хочет похоронить пышно. В четверг мы посовещались, штаб посвящался, мы решили на карантин на неделю. Ну, достаточно не хватило. И сегодня с понедельника опять на неделю, на карантин. Мы хотим безопасить, хотим, чтобы учебный код закончился достойный. Если мы так пойдем, то у нас в четвертой школе в городе подтвержденных много и учителя, и детей. Посмотрим, для понедельника у нас карантин. Я надеюсь, что пойдет на спад. Более 120 положительных ПЦР-тестов за пять дней. Для Тхорчалского района это много. ЦРБ продолжает принимать пациентов. Многие из них на третьи и четвертые сутки тяжелеют. Мест в больнице не хватает. На днях планировалось открытие нового здания ЦРБ. Однако из-за ухудшения эпидситуации переезд пришлось отложить на неделю. У нас ведется амбулаторное лечение на дому, которые нетранспортабельные пациенты. Наши медсестры круглосуточно при вызове ездят на дому, оказывают внутривенные, внутримышечные манипуляции. А также амбулаторное лечение проходят более 40 пациентов. Дневной стационар. На стационарном лечении находятся сейчас на данный момент. Стационар рассчитан на 15 год, но у нас лежит 17 пациентов. Мы уже в коридоре поставили койки и стационируем больных. Сказать, что болеют только возрастные пациенты, такое заключение невозможно дать. Болеет и молодежь. Что касается медикаментов, по словам Лали Гаргулия, больница обеспечена ими в достаточном количестве. Тхуарчалская ЦРБ тесно взаимодействует с другими медучреждениями республики. Врачи больницы благодарят за помощь и поддержку администрацию района и медиков ковид-госпиталей. Когда у нас пациенты тяжелеют, и у нас всего 6 точек кислорода, проточного кислорода, они никогда нам не отказывают. То есть мы всегда, как бы взаимодействие у нас, и мы отправляем тяжелых пациентов реанимационных с поздней обращаемостью в Гудаутский госпиталь, в инфекционную больницу. У нас с этим проблем нет. Всего в пункте вакцинации ЦРБ привилось 550 человек. Если сначала население прививалось довольно активно, то вакцинация последних месяцев вялотекущая. Медики вновь и вновь обращаются к населению с призывом защитить себя и окружающих. Вакцинация – это единственное спасение на данный момент, которое может нас вывести из этого кризиса, который у нас сейчас. Призываем все население вакцинироваться. Младший и средний медперсонал, низкий им поклон, они работают на износ. Сутки дежурят здесь и следующие сутки едут в Гудаутский госпиталь на дежурство. Я не знаю, стараемся. Большое им спасибо. Выдерживают. Вот работают из последних сил. Уже ни у кого не возникает сомнений в том, что коронавирусная инфекция очень опасна и может коснуться каждого. Если достаточное количество людей благодаря вакцинации выработает иммунитет, распространение болезни может приостановиться. Кто-то служит, несет дношу, а кто-то относится просто так и считает, что нет такой болезни. Нет этой болезни, это придумано. Вакцины не хотят делать. Вакцинируемся мы очень плохо. У нас примерно 600 человек сегодня вакцинированных. Значит, тестировано около 4 тысячи человек в городе. 1100 человек уже переболели. В штабе приняли решение ввести в обязательном порядке вакцинироваться бюджетных организаций, работников бюджетных организаций. То есть мы отдали это собрание. Собрание, думаю, доработают и платят нам такую возможность. Вирус продолжает распространяться и ежедневно уносит жизни. Каждому из нас стоит задуматься о последствиях нашего беспечного отношения к болезни. Ведь именно от нас самих зависит здоровье наших близких.